всем привет насыщенный день сегодня выдался второй день как бы сеграфа первый день выставки на выставку сразу скажу попал не сразу сначала зависит на презентация автодеска у автодеска очень маленький стендик совсем прям я помню были года когда автодеск снимала полплощади сеграфа плюс устраивал вечеринки на авианосце в сан-диего наверно те времена прошли сейчас такой утилитарный стендик небольшой на выставке видео выложу снял небольшой и автодеск ушел как бы в мастер-классы следуя как и гудини хайф наверное следуя примеры сайдов значит комната там идут презентации два дня подряд на этих презентациях я и завис ну конечно в первую очередь я побежал на бифрост ну надо сказать я уже на бете бифроста который год и некоторое время назад я уже немножко сдулся потому что темпы развития продукта они просто удручают в общем 2012 году по моему был куплен на яд 2013 году поправьте меня точно но это было давно с тех пор сменилось много проект менеджеров и разных других менеджеров продукт в общем развивается медленно маркус там продукт как бы развивается но настолько медленно что в общем ну что в общем многие теряют терпение и к сожалению эта презентация была одним из одним из трех хотел сказать разочарований нет было три презентации одно разочарование и две хороших но в общем вот самое главное расчарование сегодняшнего дня это бифрост потому что объясню почему продукт классный задуман здорово ну прямо понятно что это так хотят сделать как бы конкуренты гудини только на современной архитектуре который бегает побыстрее исполняется быстрее в общем-то все побыстрее но в общем там до гудини в общем-то как до не знаю чего и самое поразительное что вышел марку сказал вот 31 июля завтра мы представляем бифрост эпизод один у них типа бифрост выйдет как эпизодами завтра 31 июля выходит эпизод один вы все сами узнаете вы смотрите здесь список фич вот таких и а сейчас слово пожалуйста нашему продакт менеджеру который вам поставить демо и в общем все на самом бифрости не о том что там есть что там как не было сказано ничего потом выступил продакт-оунер так называемый потому что у автодеска же у него же agile и показал довольно веселая демо я его записал пристыкуя к этому видео и но теперь новый стиль демо от автодеска или демо от бифроста это в общем-то показывается вот эта вот сеть визуального программирования и потом рассказывать а вот это нода делает вот это а вот этот день надо делает вот это вот это много делает вот это и так числами в общем надо продумывать хорошо изобретать новый стиль как показывать бифрост весело но хорош продукт задуман здорово повторяюсь но сложен в освоении плюс не доделан почему не доделан потому что после этих презентаций маркус вывесил пару слайдов и на слайде был написан дословно что эпизод 1 дисклеймер бифрост из not ready yet for и дальше было написано для чего он не готов что некоторые технически ориентированные люди могут быть немножко фрустрированы потому что бифрост не хватает некоторого количества фич и дальше перечисляются эти фичи вроде как бифрост выходит завтра 31 июля у вас уже сегодня но там нет таких фич как например продакшен ready rigid character то есть нету за риггерных персонажей хорошо нету твердых тел нету разрушений нету artist friendly интерактивного моделинга нету сложного процедурного модель нету создания графов которые требуют мэшер и кастинг и в общем это когда нужно найти ближайшую точку на поверхности ближайшего соседа или там проткнуть поверхность лучом посмотреть где это протыкает довольно частая фишка требуемо этого нету нету графов которые требуют работы с вольюмами хорошими в общем simulation using instant sitgeo в общем много чего нет такие все в шоке эпизод 1 выходит завтра но в нем вот этого всего нет да в нем есть аэросолвер были хорошие примеры посмотрите я записал как работать в общем симуляциями и даже есть уже деформации и даже есть много чего но продукт как-то производит впечатление странное более того следующий слайд я посмотрю что пытаюсь слайды тоже включить либо в пост в фейсбуке либо куда-нибудь их присуну что вы тоже посмотрели be frost future episodes типа у нас написано в пьесе пока три эпизода и что там будет дальше дальше соответственно будет стабилити дальше будут дополнительные графы и компаунды дальше будет развитие фокуса на x и performance и шортер в ближайшее время как раз вот это и кастинг протыкание поверхности waiters vertex neighbor фандинг point rapid cloud lookup volum toolkit и так далее так далее то есть как обычно это вот скоро будет но к сожалению мы слышим это годами поэтому скажем так be frost теории хороший продукт но на практике пока еще не готов вот на этом про be frost все а вот арнольд там был хорошая презентация ну я отдельно про не скажу вот